Как вы считаете, что для города сделал Валерий Степанович? Очень много. Вообще, это человек вообще с большой буквы. И я вообще считаю, что такие руководители должны быть на таких предприятиях, вот таких больших, огромных. И вообще, это человек, который очень многим людям помог. И он сам здесь как бы вырос на этом заводе. И я сама тоже давно работаю на этом заводе, я уже работаю 25 лет. И как бы очень приятно, что вот такие руководители у нас есть и существуют. И дай бог, чтобы молодежь, которая сейчас подрастает, вот, чтобы они тоже брали пример с этого человека. И дай бог ему здоровья и вообще уважения вообще. И мы все его очень любим, поздравляем его заслуженным отдыхом, вот, с Новым годом, как бы. Вот, и чтобы у него все было хорошо. Я считаю, что наш город подавляющим большинстве, что в городе есть хорошего, прекрасного, это благодаря Одесскому буквому заводу. А так как он был руководителем этого предприятия, то понятно, что в первую очередь ему. Он построил буквально этот город, и Олимпы, и все такие знаковые строения в Южном, это все благодаря нашему директору. Ну, самое главное, что он сделал для города, это он о нем постоянно заботился. Все, чего нам сейчас и не хватает. Я очень надеюсь, что люди, которые придут вместо него, что они научились у него, как действительно ставить вот так вот себя, работу, все вокруг, чтобы ничего не изменилось в худшую сторону. Ну, грустно, конечно, вот сейчас нам полное неведение, полная неопределенность. Ну, будем надеяться, что Новый год нам принесет самое светлое и самое хорошее. Так хочется верить в изменения к лучшему, что все-таки будет достойная замена, и наш завод будет работать, и процветать, и город, и мы, как жители города, что все у нас будет хорошо. Много чего сделал. Вот эти вот все здания, комплексы, это все работа завода. И облагораживание, финансирование, все. Конечно, мы каждый хотим, чтобы все было хорошо. И что мы ждем? Ждем, что хотим, чтобы так же оставалось все, потому что остается человек, который с ним работал. И хотим, чтобы как было, так и оставалось, конечно.